Металлическая гребневая кровля. Мы собираемся показать вам, как она из чего сделана. И теперь мы разберем подробно принцип. Принцип будет похожий, то что мы делали раньше. И начинаем, как это все сделать. Это видно здесь по картинам, что будет два соединения. Одна картина с другой. Здесь, на этих фотографиях, у нас металлическая фальцевая кроли, двойной стоячий фальц. И на этих картинках видно, как это все сделано. И здесь показано, как сделана фальцевая кроли, двойной стоячий фальц. И принципы. Ну и принципы. Вот мы сейчас рассмотрим, из чего состоят профили. Профиль двойной стоячий фальц картины. Вот здесь мы видим, что здесь ширина картин 420-570. Профиль имеет Г-отгибку, П-отгибку. Вот показано. Расстояние между картинами 5-10 миллиметров. И профиль, который для одинарного стоячего фальца этот метод постарел 19 века. И больше не используется. И использовались, сейчас используются профнегибочные машины, которые автоматически все делают электрически. А при старом методе это были ручные такие машины, которые уже стояли. И теперь рассмотрим процесс формирования двойного стоячего пальца. Вот у нас есть П-отгибка. Она идет сверху. И справа картина. Здесь у нас Г-отгибка. 35 миллиметров. Это уже готово. Мы их, когда совмещаем вместе, получаем вот такой вид. И здесь расстояние между картинами где-то 5-10 миллиметров. Когда мы закрываем кромку, мы получаем так называемый Г-фальц. Мы закрываем эту кромку и получаем вот такой вот гребень Г-фальца. Мы можем еще раз закрыть. И получаем двойной уже стоячий фальц. И мы уже здесь имеем двойной стоячий фальц. И это завершение закрытия фальца. Ну и использование Г-фальца и двойного стоячего фальца тоже достаточно дискуссионно. Но здесь все зависит от зоны ветров, где находится сам дом. И зависит от высоты зданий. Но вообще-то Г-фальц используется преимущественно для фасадных работ. Ну, для ветровой нагрузки в третьей зоне, имеется в виду Франция, запрещена для там, где у нас высота здания больше 20 метров. Ну, для того, чтобы нам попрактиковаться в дальнейшем, мы сейчас возьмем обыкновенный лист бумаги А4. Я рекомендую вам поделить его напополам. И мы делаем вот такие вот. Когда мы отрежем, получаем из двух частей, с левой стороны и с правой, поделенный лист А4. Вот имеем вот такие размеры. 14,5 на 21 сантиметр. То есть мы имеем половинки листов. Все разрезали мы теперь лист. И на этих листах мы нанесем линии, которые соответствуют соответственно отгибке 45 миллиметров, или П-отгибка. Можно ее назвать большая отгибка 25, 10 и 10. На другом листе мы сделаем, мы отложим линии, которые 35 миллиметров у нас профиль, то есть Г-отгибка 25 и 10. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам в дальнейшем можно было уже работать практически. Ну и как мы их... То, что мы уже отложили линии, мы вот... То, что у нас на профиле П-отгибка 45 миллиметров, вот так она выглядит. Ну и процесс отгибания кромок, как это происходит. Сначала мы отгибаем 10 миллиметров, потом еще раз 10 миллиметров, ну и потом 25 миллиметров мы отгибаем и поднимаем кромку. На втором уже листе мы тоже берем профиль, уже Г-отгибка 35 миллиметров и отгибаем такой последовательности, как указано на рисунке. В итоге мы имеем вот такую... Такую картинку, то есть мы видим бумажную картина слева П-отгибка и бумажная картина справа. Ну и подытожим то, что мы сделали. Вот мы имеем две картины слева и справа. Вот мы имеем готовые уже бумажные картины. Мы их соединяем, сформируем Г-фальс, закрываем второй ГИБ и получаем двойной стоячий фальс. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok